Здравствуйте! Меня зовут Екатерина Грициенко, в эфире газета на ТВ. На страницах свежего номера издания «Правда Севера» статья о том, как художники начинали осваивать Север. В Архангельском музее изобразительных искусств открылась выставка под названием «Начало», посвященная 80-летию Архангельского отделения Союза художников России. Об этой экспозиции мы говорим сегодня журналистам «Правда Севера» Елены Ирхой. Елена, здравствуйте! Первый вопрос очевиден. Почему такое название «Начало»? Дело в том, что эта выставка охватывает 30-е и 50-е годы. А это и есть начало Архангельской организации Союза художников, потому что в конце 30-х годов как организации они были созданы. Правда, конечно, художники начали писать «Север» раньше, просто организации такой не было. Но на выставке присутствует символ этого начала. Давайте расскажем нашим зрителям, что это такое. Символ начала? Фотография. Да. Фотография знаменитой, как говорят, выставки 1936 года. Это первая краевая выставка картин северных художников. В принципе, с нее и началась организация, с нее и отсчет этой организации. Это была грандиозная выставка, большая. И наверняка она имела какое-то звучание для города и области. Лена, художественное освоение Арктики для нас, это прежде всего Александр Борисов, Тыковылка. Узнаем ли мы новые имена, откроем ли мы новые имена и какие имена на этой выставке? Вы знаете, наверное, там имена все известны. Потому что эти картины неоднократно экспонировались на разных выставках, тематических и персональных. Поэтому, наверное, у нас есть такое устойчивое сочетание Борисов, Писахов, Тыковылка. Там тоже старейшие художники, с которых и начиналась Архангельская организация. Поэтому я не скажу, что там были какие-то новые имена. Лена, мне бы хотелось привести очень любопытную цитату из вашей статьи. В те времена, а это 30-е и 50-е годы, в искусстве приветствовался реализм. Потому что все картины написаны именно в этой манере. К слову, по наблюдениям музейщиков и сотрудников салонов, северяне очень любят это направление искусства и не считают его устаревшим. Но вот как так? Интересно, ведь такие непростые действительно времена, такие непростые эпохи. Почему реализм так привлекателен до сих пор для северян? Это, наверное, вкус северян. У нас несколько особенные люди. И, возможно, что они так быстро привыкают к основному и, может быть, не очень ясным. Да, в 30-е и 50-е годы, как известные фильмы Гайдаи, никакого модернизма, никакого абстракционизма. Вот. Ценился реализм. И, как тогда говорили, социалистический реализм. Там на выставке есть картины, там, запечатлевшие стройки, допустим, работу служащих, рабочих, бытовую жизнь. Не скажу, что реализм и сейчас считается устаревшим. Он, конечно, не устарел, и многие художники пишут в его манере. Но так говорят музейщики и в художественном салоне специалисты, что северяне, тем не менее, предпочитают пейзажи и любые реалистические картины. Возможно, какие-то новые тенденции, это тоже интересно. Но, тем не менее, они у себя дома, в квартирах предпочитают видеть деревянные церкви, даже просторы северной двины, и такие пейзажи узнаваемые и понятные. Но ведь реализм описывает и трагические события, в том числе и Великая Отечественная война, тоже представлена глазами художников. И эти картины имеют тоже свою красоту. В чем их секрет? Вам удалось разгадать? Я бы не сказала, что мне удалось разгадать. Я думаю, что секрет этого внутреннего трагизма. Не обязательно эти картины посвящены каким-то баталиям, каким-то битвам, какие-то кровь. Нет. Вот этот внутренний трагизм, который проявлялся тогда, во время войны, в быту, и который северяне, я думаю, что все жители нашей страны, они помнят, и выветрить его из головы и из сердца невозможно. Наверняка каждый найдет на выставке свой мотив, мотив по душе, ведь представлены не только работы разных эпох, но и разных направлений. Да, каких? Нет, я бы сказала, что там в основном реализм. То есть такого разнообразия мы не увидим? Не увидим. Но я думаю, что вот это начало как раз очень характерно. Оно показывает, на каком фундаменте нынешние художники выросли. Это как классика, ведь на ней растет, и разные деревья, и цветы. И поэтому в любом случае эта выставка будет интересна, потому что творчество наших художников имеет под собой почву. Они не на пустом месте выросли. Ну а каковы эти корни? Что именно такого особенного взрастило наших мастеров, что доагриценно именно с точки зрения принадлежности к северу? Я не знаю, почему так случилось. Но вот в других областях, я бывала в галереях, бывала в музеях, почему-то так вот совпало, что именно в Архангельской области собрались, я бы не сказала, что если бы совсем лучшие, но очень хорошие художники. И школа здесь очень хорошая, можно даже сказать, академическая школа. Мне кажется, я не знаю, почему так запало. Может быть, это природа так действует. Может быть, слишком здесь все на севере монументально, слишком здесь все на севере трагично и красиво. Лена, кому и почему вы бы посоветовали посетить эту выставку? Вы знаете, я думаю, что это всем интересно. И горожанам, и маленьким, и большим, и людям старшего поколения. Потому что ведь Джаконда смотрит все и восхищается ей. И поэтому я думаю, что и на этой выставке она будет интересна всем. Но наверняка выставка, посвященная юбилею Архангельского отделения Союза художников, художников представлены не все работы мастерства. Нет, конечно. Многие, но не все. Где увидеть больше и когда? А вы знаете, даже музейщики жаловались, что слишком маленькие площади, а хотелось бы выставить больше. У них, конечно, в фондах, в запасниках имеется, и, допустим, разные вещи одного автора, не только такие характерные, которые наверняка многие уже увидели на разных выставках. Но все вместе они как-то зазвучали по-другому. Будет еще выставка. Выставка в выставочном зале Союза художников, тоже посвященная 80-летию уже современных художников. Когда она пройдет? В начале ноября. Елена, я благодарю вас за интересную, содержательно, очень полезную беседу. Ну а сейчас я попрошу вас сделать небольшой обзор свежего выпуска газеты «Правда Севера». Мне кажется, у нас номера в газете, может, у меня пристрастный взгляд, но все номера интересны. Этот номер особенно, мне кажется, разнообразен и интересен. Ну, наверное, открывает его то, что волнует всех жителей нашего города. Это претенденты на пост мэра. Нынче они не такие выборы, как мы привыкли. Они его выбирают тоже горожане. Но комиссия, специальная комиссия в газете «Правда Севера» будет представлять всех претендентов на этот пост, потому что жители должны знать о них. И первый у нас гость был Сергей Юрковский, у которого свой взгляд на управление городом. У нас в «Правде Севера» прошло уже две открытых площадки, посвященных этой теме, но я думаю, что будут еще. Вот у нас будет следующее. У нас в газетах, смотрите, объявления они будут. «Беломорское золото, бурое и красное» — это о водорослевом комбинате. Конечно, как у любого предприятия, у этого водорослевого комбината есть свои проблемы, есть какие-то свои перспективы. И поэтому эта статья будет интересна еще и тем, что мало того, что это наше предприятие, оно в городе, многие его знают и пользуются его продукцией, но это предприятие, оно еще и интересно тем, что оно старейшее, одно из старейших в нашем городе. Обязательно надо, наверное, такую статью, которая вызвала большой резонанс. Это владелец УЛК Владимир Путорин. Лесной бизнес — это всегда такие спорные вещи. В Архангельском областном собрании прошли слушания депутатские, участники которых раскритиковали решение Министерства природных ресурсов Архангельской области о выделении Устьянскому перелесоперебратующей компанию дополнительного лесфонда. Я думаю, что поскольку у нас не столь много производственных тем нынче, поэтому эта статья будет тоже интересна всем. Она вызвала уже большой резонанс и большой интерес. Я думаю, что мнение Владимира Путорина стоит почитать. У нас в городе много соляриев. А вот как наши врачи, звонкодиспансеры рекомендуют или нет посещения соляриев? Мне кажется, это очень-очень интересно. Елена, я думаю, наши телезрители обязательно обратятся к этим рекомендациям. Я благодарю вас еще раз за беседу и жду вновь в этой студии. Спасибо. У нас в гостях была журналист областной газеты «Правда Севера» Елена Ирха. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин